Божаю здоровья, уважаемые украинцы! Украины снова вынуждены бороться с угрозой массового голода, причем искусственного голода. Голода, за который ответственно только одно государство в мире – это Россия и его террористическая война против свободного мира. Когда Россия заблокировала наши украинские порты и сломала нормальные цепочки снабжения продовольствием, она вернула весь мир в ситуацию, будто и не было этих десятилетий международной работы по продовольственной безопасности. К счастью, украинские порты снова заработали на экспорт агропродукции. С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментом продовольственного рынка, который обеспечивает потребление некоторых наиболее хрупких стран в Африке и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия по морскому пути – это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность. И я хочу поблагодарить всех, кто это обеспечивает. Наших аграриев прежде всего, наших транспортников, работников портов, наших дипломатов и чиновников. Конечно, наших защитников страны, которые держат юг и возвращают безопасность на море. И наших партнеров хочу поблагодарить, которые смогли и которые помогли с этой инициативой. В частности, генеральному секретарю ООН Гутеррешу и президенту Турции Эрдогану. Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места и экспортные доходы, плюс средства, чтобы провести пассивную в следующем году. Но и для всего мира – одна из ключевых гарантий стабильности. То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире, лишь усиливает репутацию нашего государства и облегчает создание новых связей в разных регионах. На этой неделе я ожидаю новых международных результатов для нашего государства. А за текущую неделю стоит отметить усиление контактов с Саудовской Аравией. Есть веские договоренности. Среди прочего, это и решение партнеров предоставить пакет гуманитарной поддержки в размере 400 миллионов долларов. Это очень важно. Есть наиболее содержательные за 30 лет отношения с Саудовской Аравией именно сейчас. Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Солидар и Бахмут. Там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2000 зэков. Они среди наемников именно там. И это зэки с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом. Вряд ли. Я благодарю всех наших воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Солидаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения на востоке, на юге государства. Особо хочу сегодня отметить на южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую криворожскую бригаду имени Константина Пестушка, 128-ю отдельную горно-штурмовую закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гонзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники. Благодарю вас, воины! Я благодарю и Херсонскую зенитную ракетную бригаду за успешную защиту нашего неба от иранских дронов и российской авиации. Отдельно я хочу отметить те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно. Каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев. Я благодарю 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой. Мы помним о наших людях, которые содержатся в России. Мы должны освобождать их и должны освобождать их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов как можно больше. И еще одно, о чем следует сказать сегодня. Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень значимо в пределах всей энергосистемы Украины. Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Я вам очень благодарен. В целом же по стране в среднем на 10%. Киев и область только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть возможность. С 17.00 до 23.00 должно сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам. Я благодарю всех, кто защищает Украину. Спасибо каждой и каждому, кто воюет, работает, помогает ради нашей победы. В единстве и совместных действиях наша сила. Сила Украины. Слава Украине!